Здравствуйте! Меня зовут Остапенко Сергей Геннадьевич. Я работаю плотником, благоустраиваю дворы района. Хочу, чтобы было красиво, уютно и приятно как жителям, так и гостям нашей столицы. Папа говорит, а кем ты хочешь стать? Я говорю, космонавт. Он говорит, ну, одевай ведро на голову, когда мне черенком по ведру. И я стал плотником. Ну, не знаю, отец у меня столер-плотник, он постоянно там что-то делал, чинил, работал, ну и работал он столером-плотником. Ну и что-то вот ездили мы еще в молодости, там где-то подшабашивали, ну такие вот в советские времена. Мы дома строили, и беседки строили, и заборы строили, и хлеб строили, ну такой. Это вот по строительству. Так я профессиональный плотник-бетонщик четвертого разряда. На стройках работал много. Ну как-то вот, не знаю, в детстве что-то там постоянно строил, короче там. Ну работал на стройках, потом уже здоровье не позволило, все. Я пошел в дом управления, тут более-менее не такой тяжелый труд, там бетон не надо кидать лопатами. Вот, пошел в дом управления, ну здесь клумбу, нашел где-то мраморную такую девушку с мрамора, ну и сделал красивую клумбу там, эксклюзивную. Ну потом перевелся здесь, я просто живу на Славинского, и вот перевелся вот в этот ЖЭС, ну был 52-й. Там тоже директор нормальный был, вот как-то корабль первый, это проспект независимости 133. Начал строить корабль такой с парусами, и как-то вот пошло-пошло-пошло-пошло-поехало там. Ну и вот, начали люди мне помогать, начали как-то вот, подходят мне, говорят, ну давай восстановим. Я говорю, ну давай, ты ж красивая. Ну и начали мне там помогать там материалом, сами там, дети там что-то притянут, там как-то вот. Видите, там вот получилась площадочка. А потом вот увидели вот это вот, обратились детского дома. Интерната это вот единственный дом для деток-сироток с психологическим физическим проблемами. Написал там объявление, люди вот так и так, ну они написали дом управления, помогите там, ну дом управления, говорит, не против. Написал объявление, люди помогите там, чем можете там. Начали нести там кто-то, что-то там вот, часики какие-то там, доски, тресочки, саморезы там, ну оставляли. Потом один какой-то предприниматель поддонами занимается, он поддонов дал. И вот получилось, вот, благодаря людям. Ну что, грузим для деток? Это все потом под плитку надо будет ставить. В Ленинград возила меня мама из детства, потому что там сестра была. двоюродная моя. Очень часто меня водила в Зимний дворец, в Петергоф, там где фонтаны такие красивые, на каменчик наступаешь, я помню, и вода обливается. Ну, очень много красивого. Мне там столько красоты, видел, вещи такие там рыцарские, там что-то такие, эксклюзивные, шкатулки, чаши. Ну тоже так, какое-то впечатление красоты осталось, вот. Красота в детстве, ребенок, онкогубка впитывает все, запоминается. Я даже в детстве помню детскую песочницу и песок, желтенький-желтенький, который сейчас редко. Вот, ну такое что-то повлияло. Мне даже родители рассказывают. Дети там собрались дома уже, там, ну, с братчиками в столе, какой там домик Бабы-Яги, там уже чашечки набирают, там это культурно, там вот как самоварчик ставят, как-то вот, ну. Ну, конечно, это влияет, оно должно быть, все, понимаете, время идет, прогресс движется там. От этого старого советского, что я помню, там горка железная, мамина радость железная, там постоянно, потом она штаны отстирывала, качели и песочница. Все, больше ничего. Сейчас более-менее такое вот уже и идет и спортивное и прочее. Ну, надо понимать дерево. Дерево, я вот, кто-то любит с металлом работать, там, железом, золотом, драгоценности. А я с деревом люблю. Дерево, оно какое-то такое доброе и пользу приносит. В принципе, меня знают здесь практически все, ну, на микрорайоне, потому что, ну, как там, даже вот порой звонят, даже кто не знает, ой, молодец, какой вы хороший, какой вы этот, какой вы, ну, такой вот. Как-то говорят, вот спасибо-то. Ну, редкие люди, так сказать, безвозмездно делают доброе дело. Ну, я, наверное, один из них как-то, как-то так вот. Вот порой думаешь, все, ну, все, не хочу это все. Ну, вот, как вам объяснить? Начал строить. Ну, вот, обратились люди. Ну, нету вообще ничего. Ни гвоздя, ни там ничего. Ну, думаю, боженька, помоги там или как-то там. И вдруг откуда ни возьмись, оно начинает появляться. Доски. Тут же предприниматель звонит, вот поддоны есть, я привезу. Привез целую машину широких досок. Ну, как-то, я не знаю, где-то кто-то или сверху, или снизу помогает. Ну, как-то, как-то оно получается. Ну, то есть... Вот был случай. Там я делал еще... Девочка говорит, а сделай русалочку там. Я иду, думаю... Ну, я как, ну, пообещал, ни русалки, ни инструмента нету, ничего, даже материала нету. Вот и шел с проспекта, там... Тут, смотрю, липу режут, зелен строят. Говорю, о, отрежьте, короче, кусочек мне на русалочку. Они мне... Их! На! Иду дальше, дохожу до мастерской. Один сантехник в того участка звонит. Говорит, Сергей, тут в подвале нашли целый ящик инструмента такого по дереву. Что это? Я вообще не понял. Тут липа, тут целый ящик инструмента. Я пришел, забрал. Ну, там выборки, там... Ну, всего такого, которое просто необходимо. Я не знаю, если бы я знал, как оно получается. Ну, как-то получается, даже люди говорят, ну, у вас так получается. А я говорю, а как получается? Вот, лыжи. Корабль, слышь, крепкий. Парус, камни, туда пены. Ну, и... Это... 2016 год, восемь лет стоит. Где-то кто-то подсказал, говорит, там... А я говорю, давай, это... Мужик банку краски купил. Говорит, вот, покрась в паруса красный. Ну, а соль там... Ну, такой фильм маме мне нравится, такой душевный. И вот как-то он получился. Вот такой вот. Жена у меня работает преподавателем английского языка в университете. Дочка уже большая. Ну, это моя муза. Она знает, что я вот... Ну, часто я задерживаюсь так, в принципе, практически без выходных до позднего вечера. Так увлекусь, что не могу остановиться. Ну, там, что-то там творить, творить, вот. Ну, я вам скажу, что я еще планирую сделать лавку такую красивую и на ней написать. На этой лавке отдыхает мама будущих дипломатов, ученых, президентов. Вот так напишу. Субтитры сделал DimaTorzok